Выполнить сложные химические эксперименты, используя современные методики, реактивы и оборудование. Такая задача стояла сегодня перед участниками регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по химии. Какие эксперименты и опыты проводили юные химики? В репортаже Инессы Потаповой. Мария Серебрякова учится в медицинском классе. Химия – ее профильный предмет. Поэтому она с радостью принимает участие в Олимпиаде и не упускает возможность проявить себя, получить новые знания, развить способности и навыки. Например, внимательность, любознательность. И чем сложнее задачи, тем интереснее их решать. Тем более в региональном этапе есть практический тур, тоже очень интересный, потому что есть различные реактивы. Например, в этом туре будет миселоранж и феноптелин, которые будут придавать окраску различным растворам. Так все очень красиво и интересно. Региональный этап Всероссийской Олимпиады собрал около ста старшеклассников со всей республики. На протяжении двух дней школьники показывали свои знания. Сначала теория, потом практика. Задачи у всех стояли разные. Кому-то предстояло провести качественный анализ химического состава, кому-то – количественный. На все про все – пять часов. По итогам Олимпиады самые лучшие дети поедут в Москву на заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Призерство в Олимпиаде региональной дает дополнительные баллы при поступлении в любой ВОЗ, а в заключительном этапе, если ребенок становится призером, то это поступление без экзаменов. В течение пяти дней будут определены имена школьников, которые представят Чувашскую республику на заключительном этапе. Инесса Потапова, Павел Редков, Республика.